Всем привет! Сегодня у меня видео продолжение о ремонте. Вот выкладываю стену из фальшкирпича. Был заказан фальшкирпич. Вот так называемая клинкерная плитка. Нужен был кирпич максимально белый по цветовой гамме и максимально гладкий по тактильной фактуре. Ну по тактильной и визуальной фактуре. Но чтобы этот кирпич не казался какими-то фото 3d обоями или не казался пластиковой имитацией. Мы тут видим, да, тут есть небольшие ямки, небольшие такие неровности, что придает кирпичу некую такую живинку. К этому кирпичу я хочу фиолетовую затирку. Я задолбался искать эту фиолетовую затирку, блин. Нашел только одну вот такую вот. Такая вот затирка фиолетовая. Но проблем в том, что вот эти два килограмма, они стоят в районе 600 рублей. Мне нужно, чтобы вот эту всю стену затереть. Эту стену затереть, потом здесь все затереть. Я пока еще не выложу, ну вот все будет выкладываться. Мне нужно в районе 40-45 мешков таких. И вот посчитайте, если один мешок стоит в районе 600-700 рублей, сколько я денег потрачу на это. Как мы вышли из положения? Мы взяли обычную затирку. Взяли, я тут купил колер, тут колеровочная паста фиолетовая и вот такая вот сиреневая колеровочная паста. Смешали в определенной пропорции и получилась вот такая вот фиолетовая затирка. Но это пока еще на стадии испытания. Будем смотреть, сильно ли будет затирка вот эта вот фиолетовая, сильно ли будет колер пачкать кирпич. Но для этого есть вот похожая на молоко специальная защитная жидкость, которая опрыскивается кирпич, жидкость высыхает и покрывает кирпич тончайшей пленкой, что препятствует загрязнению кирпича при дальнейшей эксплуатации. Но пока мы покрыли тестовые образцы. У нас, кстати, вообще целая испытательная лаборатория. Покрыли тестовые образцы, ждем, пока высохнет, чтобы уже посмотреть, будет ли пачкать фиолетовая затирка и кирпичи фиолетовым цветом или не будет. А если и будет, то будет ли она отмываться? И как она будет отмываться, легко или тяжело? К фиолетовой затирке у меня тут будут фиолетовые рамки розеток везде. Здесь тоже будет фиолетовый подоконник. Здесь я купил специальную пленку автовинил. Нужно будет оклеить подоконник, чтобы он стал фиолетовым. Кстати, искал отдельно фиолетовый подоконник нигде нету вообще. Придется все делать самому. Один кастомайзинг. Тут целый кастомайзинг. Все делаем сами, какие-то новые решения. Вот эта решетка, она будет стоять вот в этой прорези. Эта решетка также подобрали краску в баллончике, кастумную краску тоже вот примерно такого же фиолетового цвета. Данная решетка будет окрашиваться фиолетовый цвет. Куда ни глянь, кругом кастомайзинг. Такие индивидуальные нотки. Ну, зато интересно будет на выходе, интересно будет посмотреть, каким окажется результат, потому что это все в магазине не купить. Я искал фиолетовый подоконник. Его вообще нигде нет. Я искал вот эту решетку на радиатор фиолетового цвета. Тоже нигде нет. Придется все вот как-то вот мастерить, все делать самому. И фиолетовая затирка тоже. Именно фиолетовая затирка по керамической плитке, она есть. А вот по искусственному камню, чтобы затереть такой шов, нету. Затирка для керамической плитки для искусственного камня не пойдет. Во-первых, тут слишком толстый шов. Во-вторых, она испачкает весь кирпич, потому что плитка керамическая, она глазурированная, то есть там глазурь. А тут все пористое и очень все легко впитывать. Любые цвета, они легко могут въесться и потом никак ты не отмоешь, никак ты не ототрешь кирпич. Искусственный кирпич. Вот такой вот на данный момент этап ремонта. Стены все выровнены, готовые под покраску, но пока тут еще возимся с кирпичом. Потом предстоит долгий процесс затирки. Какая нафиг тут музыка? Какие концерты? Какие девушки-подруги? Какие дачи с шашлуком? Вот я чем занят. Каждый день, каждый день. И еще коридор. Про коридор у меня потом отдельное видео будет. Электрика, кстати, уже почти готова. Коробка расключена. От коробки идут аппендиксы, к которым будут подключаться светильники для натяжного потолка. Дело в том, что я уже говорил, но еще раз повторюсь, у меня тут будет два тройных выключателя. У меня здесь будет три ряда. Раз, два, три. Три ряда светильников. Каждый ряд у меня будет управляем. Раз ряд, два ряд, три ряд. У меня здесь будет RGB-подсветка по контуру. Диммер у меня будет в виде пультика, чтобы дистанционно включать, выключать, менять цвет, менять яркость. Это удобно, чтобы не ходить постоянно здесь, не крутить вот этот регулятор, да, тускло-ярко. А прямо валяешься на кровати, там, пык, включил, пык, выключил, там, ну, все что угодно поменял. И еще будет одна клавиша здесь, это регулировка. Ой, регулировка, говорю. Еще одна клавиша, это включение. Это подсветка компьютерного стола, подсветка кровати, подсветка мебельной стенки у меня здесь будет, подсветка полок. У меня еще полки будут. Вот пока такие вести с полей. Все постепенно делается. А, кстати, и вот и проверка камеры. Сейчас спешу на новую камеру, на Соньку FDR3000, который снимает в 4K экшн-камера. Вот испытываю заодно. Непривычно так. Экранчика нет, и непонятно, что снимаешь. А экранчик, который идет в комплекте, есть браслет такой на руку. Но я его не надел. Блин, экран маленький, у меня зрение не позволяет, что ли, вы там, разглядеть. Но это и неудобно смотреть на экранчик, там, да, еще одновременно снимать. Телефон в этом плане, конечно, намного удобнее, но телефон снимает намного хуже, и он не снимает в формате 4K. Вот в чем проблема. Пока так. Продолжение следует...